Три дня со сцены детской школы искусств звучали разнообразные произведения, от классических вариаций до авангардной импровизации. В этом году конкурс стал самым многочисленным по количеству участников, более 300 человек. Начинающие музыканты боролись за победу по четырем номинациям. За плечами Никиты Киселёва уже не один десяток фестивалей. Самый сложный из них именно этот. Но родная сцена всегда помогает. За четыре года обучения в детской школе искусств он неоднократно на ней выступал. А на этом конкурсе участвовал в номинации соло на оркестровых ударных инструментах. Она проходила в два этапа, и Никита исполнил несколько произведений на ксилофоне и малом барабане. Старый тур был намного сложнее, так как это уже финал, и тут будет объявлен победитель и места. Кто тебя поддерживал? Меня поддерживала мама и моя младшая сестрёнка. Категория для ударников – это сильный конкурс. И здесь победить не так просто. Нам нравится побеждать, проигрывать мы не хотим. Поэтому мы готовимся, мы тратим много времени и сил на то, чтобы здесь показать высокий результат, отстоять честь своей школы. За семь лет проведения конкурс прошёл путь от областного, регионального до международного. И объединил барабанщиков из сотни городов мира. А главное – дал возможность музыкантам делиться друг с другом опытом. За этим и приехал впервые на фестиваль Таисия Сидорова. О конкурсе вместе с педагогом они узнали в конце прошлого года и сразу начали подготовку. Почти полгода ушло на разучивание новых произведений. И не зря выступление Таисии получилось ярким и запоминающимся. Впечатления хорошие, было очень страшно, что было много, ну, не соперников, а было много конкурсантов. И лучше кто-то играл лучше тебя, а кто-то хуже. Параллельно с фестивалем была организована выставка профессиональных ударных инструментов. А в перерывах между выступлениями проходили мастер-классы. Уникальность этого конкурса заключается ещё в том, что на нём представлено более 50 разновидностей ударных инструментов. Это классические оркестрованные инструменты, это эстрадные инструменты, и далее, далее, далее. Благодаря этому конкурсу люди начинают делать свой профессиональный путь. То есть не только те, которые здесь учились, естественно и малыши, которые приезжают на этот конкурс. Они делают только первые-первые шаги. По итогам нелёгкой борьбы жюри выбрало победителей конкурса. Гран-при фестиваля взял ансамбль барабанщиц Московского кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации. Но самое приятное, что несколько высоких наград остались видным. Ирина Бокова, Алексей Руднёв, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.